И сейчас гость нашей студии, исполняющий обязанности, главного тренера футбольного клуба «Томь» Валерий Непомнящий. Здравствуйте. Валерий Кузьмич, вот три победы подряд нашей команды. Как вы считаете, это удачный тренерский дебют в первенстве ФНЛ? Вы знаете, я бы не переоценил эти три победы как что-то такое серьезное. Во-первых, мы команда, которая только что покинула Премьер-либу. Во-вторых, перед командой стоят серьезные задачи. И в-третьих, команда готова к тому, чтобы одержать победу хотя бы над такими соперниками. Но дебют удачный, действительно, очень важно, чтобы пришел новый тренер. И обычно так бывает, какой-то всплеск у игроков. Все-таки, да, по итогам вот этих игр «Томь» забила 9 мячей, при этом пропустил всего 3. На самом деле статистика достаточно такая, как сказать, оптимистичная. И вот про победу в игре последней с «Химиком» вы даже говорили, что она далась достаточно команде легко. Но, тем не менее, вы говорите, что есть какие-то все-таки недочеты в команде, есть какие-то недостатки в игре. На разборе игры после матча с «Химиком» я сказал о том, что да, у нас есть поступательные движения вперед. Да, мы играем, кажется, лучше и стали забивать по 3 мяча. Несмотря на то, что у нас одна из основных проблем, все-таки остро атакующий форвард нам необходим. Вот по зарезам нужно нападающий такого первого плана. Но игрокам я сказал, что мы играли неплохо, но в самом случае в первом тайме неправильно многие из игроков. Вот сегодня в нашей команде есть такая серьезная системная проблема. Команда, которая пришла в ФНЛ из премьер-лиги, должна играть агрессивно, должна играть доминируя. А мы же играем так, как вы играли в премьер-лиге, когда соперник нас заставлял играть на своей половине поля. Мы должны были выходить редко в атаку, а сейчас мы должны уметь играть, ну то, что называется, длинную атаку проводить. Говорят, есть быстрая, а есть такая длинная. Вот мы должны уметь играть в такой футбол. У нас пока не получается. У нас получается так, что игроки все отскакивают назад, держат мяч в середине поля, сзади. Я даже слышал на последнем матче, когда некоторые болельщики подсвистывали, ему нужно агрессивнее, активнее. Абсолютно согласен. Вот пока у нас это есть серьезная проблема. Но вот все-таки, я так понимаю, главная задача это все-таки возвращение в премьер-лигу. Так и есть, конечно. Для усиления команды будут приобретаться какие-то футболисты еще? Может быть, на какие-то определенные позиции? Одну из проблем я уже сказал, что нам нужен нападающий серьезного уровня. И сейчас возникла проблема, это даже не конкуренции, но у нас не очень хорошо прикрыты фланговые защитки. Вот есть по одному кандидату, а хотелось бы, чтобы было больше. В любом случае, и эта тема сейчас обсуждается. Поэтому я, например, не теряю надежды, что мы еще будем иметь у себя в активе одного-двух человек. Но сейчас пока фамилии неизвестны какие-то. А фамилии пока не могу говорить. Но планы уже есть. Это и есть, конечно, ведутся переговоры. Давайте вернемся к назначению вас на должность исполняющего обязанности главного тренера нашего футбольного клуба. Как долго будет все-таки существовать эта приставка «исполняющая обязанность»? При встрече с вами, конечно, готовился к вопросу, к этому. И ответ у меня как банально не прозвучит. Мне кажется, что разговор о контракте состоялся. Но вот сейчас, сформулирую так, мой контракт в стадии согласования. У нас несколько инвесторов, у нас несколько владельцев. И поэтому сейчас больше ничего сказать не могу. Но вот нет такого, что рассматриваются варианты и приглашения других специалистов на должность? Я где-то прочел, гендиректор на этот вопрос ответил так, что Валерий Кузьмич у нас в приоритете. Очевидно, есть альтернативные фамилии какие-то. Самое интересное, что до назначения меня исполняющим обязанностей, в мои функциональные обязанности входило как раз вести переговоры с кандидатами. Сейчас таких переговоров не иду. Хотя в беседе с президентом клуба, с губернатором, он спросил мне характеристику двух игроков дать. Двух, простите, двух специалистов. Я ему об этом говорил. Поэтому больше того, что я сказал, что мне кажется, что обсуждение моей кандидатуры продолжается. После отставки бывшего главного тренера Василия Баскакова говорилось о том, что он все-таки останется работать в клубе. Но не было проговора, но все-таки в какой должности он останется. Он остался сейчас еще в клубе? Буквально сегодня, час тому назад у меня с ним была встреча в очередной раз. Я уверен, что такие люди, как Василий Баскакова, должны работать в системе клуба обязательно. Это нормально, когда клуб строится по принципу, что свои люди должны быть легенды. Я не боюсь так громко об этом заявить. Василий является таком, как игрок и как специалист. Более того, я бы очень хотел, чтобы он сейчас работал прямо в команде. И я даже понимаю, в качестве кого. В качестве кого, если не секрет. Сейчас во многих командах есть тренер по фактуальной подготовке. Василий очень хорошо знает этот вопрос. И мне было с ним комфортно. Надеюсь, что ему так же. Но он все-таки остается работать в клубе? Это не от меня зависит. Я просто высказал свое пожелание. А вопрос будет решать гендиректор и президент, очевидно. Говорят, что вас часто видят на стадионе «Восход», который находится у нас на Черемошниках. Может быть, не так часто, как говорят. И, насколько известно, там строится крытый футбольный манеж. Вот губернатор поставил задачу воспитать там томскую футбольную элиту. И вот хотелось бы узнать, как вы считаете, насколько реально обычным томским мальчишкам в будущем попасть в основной состав ТОМИ? Я не сомневаюсь, что сегодняшнее развитие футбола как раз ведет к этому. Что не нужно рассчитывать на легионеров, не нужно рассчитывать на игроков из другой страны. Нужно готовить своих. Вопрос в том, в каких условиях. В условиях длинной сибирской зимы это делать очень сложно, если не будет нормального манежа. Поэтому, если удастся создать условия для наших ребят, сибирская земля богата талантами всегда была. Я уверен в том, что так и будет. А что, возможно, еще необходимо, кроме строительства таких комплексов, таких открытых манежей для тренировок? Ну и более важно, конечно, готовить тренеров. Тренерам научить, в принципе, невозможно. Ну, вот знаете как, тренер становится, человек проходит какие-то стадии, игрок, потом студент, слушатель каких-то курсов, и потом начинает работать с ДТП. Но очень важно, чтобы была здесь какая-то такая система, когда рядом с признанными специалистами работали и тренеры, на которых можно рассчитывать. Вот сегодня в центре подготовки футбольного клуба «Томь», мне кажется, создается вот эта система, когда опытные тренеры, и рядом с ними растут молодые. Но нужно, чтобы вот это продолжалась лесенка и до команды. Да, сейчас у нас создана «Томь-2» команда, где работает Витя Себелев, и я уверен, что оттуда появятся игроки и в основную команду. Сейчас мы тоже привлекаем несколько человек. Миша Башилов – это один из ближайших резервных игроков. Мне кажется, есть очень талантливый мальчик Шишканов, которого я помню еще совсем маленьким, которого я хотел привлечь в ЦСКА, когда работал, и с мамой вели переговоры. Но сейчас так случилось, что я хотел бы увидеть у себя, во всяком случае, мы его будем привлекать к тренировкам. Я думаю, что ребята вырастут, лишь бы были условия. Ну, а вы сами как-то следите за тем, как продвигается развитие наших молодых футболистов? Конечно, конечно. Во-первых, мы, условно говоря, тренируемся. Во-вторых, мы постоянно с ним отвечаемся. Более того, мы сейчас запланировали еще провести встречу у нас во время перерыва. Так что, нет, там достаточно близко мы сотрудничаем. Вы когда сказали, что меня часто видите на стадионе, потому что я с интересом смотрю, как там играют любители. Томск, город Томск, простите, как футбольная единица, она, мне кажется, одна из самых развитых в стране. Ну, столько команд играет, особенно в зимнем футболе, и я всегда этому поражаюсь. И с каким азартом там проходят эти игры. Поэтому я получаю удовольствие, когда вижу, когда взрослые люди играют от души. Вот этот футбол, когда он непрофессиональный, он больше эмоций даже вызывает, чем когда играют профессионалы. Вот у меня лично. Ближайшие игры Томск проведет на выезде в Саратове и Южно-Сахалинске. Сложнее играть на выезде, чем проводить домашние матчи? Не всегда. Не всегда. Если условия, в которых мы играем там соответствующим образом, то, мне кажется, играть даже проще, потому что команда соперника смело идет в атаку, появляется в свободной зоне. И нам, имея быстрых игроков, легче играть. Конечно, какое-то давление должно оказаться, потому что дома под своими болельщиками. Но профессиональные игроки уже не должны на это обращать внимания. Мне кажется, в Томске нам награть сложнее. Все-таки вот это давление трибун, оно сказывается. Не все его выдерживают нормально. На выезде с этим проще. Ну а какие все-таки задачи ставите перед футболистами, перед предстоящими играми? Мы должны быть готовы к тому, что мы с любым соперником должны доминировать. Мы должны играть в активную атаку. Вообще, футболисты очень любят атаковать. И когда играли в Премьер-лиге, я понимаю, что нам трудно было в нашей команде играть с ЦСКА, со Спартаком. Нужно было уметь играть на своем половине поля. В ФНЛ мы обязаны атаковать. Мы должны забивать. Да, вот мы сейчас танчи забивать по три мяча. Я очень рад. Я сожалею, что первые игры чемпионата, когда было, что мы не были так активны в атаке. И тогда бы у нас не случилось это поражение. Вся в случае от Енисея. Дома у себя это такое больное поражение было. В недавно опубликованном стенограмме заседания исполкома Российского футбольного союза, где обсуждался вопрос включения клуба в Крыму в состав зоны юг 2-го дивизиона. Достаточно много обсуждений было по этому поводу. И вот как вы считаете? Вы знаете, это, конечно, вопрос политики. Но так как я работаю в футболе, а футбол без политики никогда, ни в какие времена в России, в Советском Союзе не стоял, так и сейчас. Я к этому отношусь абсолютно, имею свою позицию. Да, конечно, если мы говорим о том, что Крым присоединился, воссоединился в Россию, так и должно быть. Более того, я знаю комментарии почетного президента Федерации футбола России, Вячеслава Колоскова, где он очень винятно объяснил, что эти команды, три команды, которые сейчас будут играть во второй лиге, они имеют полное право, потому что они юридически не команды, которые играли в чемпионате Украины. Совершенно новые структуры, новые команды, новые юридические адреса. И поэтому нет никаких препятствий и санкций от FIFA ждать, нам бояться этого не нужно. Да, понятно, что Федерация футбола Украины возражает против этого, но это политика. Но все-таки изначально были опасения о возможных санкциях. Ну вот я говорю, комментарии Колоскова, мне кажется, очень разъясняют, и я так бы точно сказал, что команда, которая называлась там, я не знаю, Севастополь, такой команды теперь нет, а юридический адрес другой. Да, команды были переименованы, вот некоторые. И я сегодня читал где-то в газете комментарии одного из игроков, который сыграл в первую игру в чемпионате, он сказал, что мы совершенно собраны из разных команд, вот буквально за неделю до этой игры мы объединились. Так что думаю, что все будет нормально. Но это сильные команды, вы не знаете? Пока нет, пока они очень среднего уровня, потому что с миру по ниточке собирали их, и пока они не могут быть сильными априори. Что ж, Валерий Кузнецович, спасибо вам большое, что ответили на наши вопросы. Я напомню, что гостем нашей студии был исполняющий обязанности главного тренера футбольного клуба «Том» Валерий Непомнящий. К гостям я прощаюсь, ну а программу продолжим.